Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Юрий Алаев. В эфире очередной выпуск программы Акцент. И этот выпуск, а также следующий за ним, будут посвящены одной теме, так называемой научной журналистики. Я хочу представить вам человека, который в свое время основал такую же по задачам, в принципе, школу научной журналистики при редакции журнала «Русский репортер» одного из лучших, наиболее качественных изданий на территории современной России, на мой взгляд. Кроме того, этот же человек, я имею в виду Ольгу Андрееву, она рядом со мной в студии, является преподавателем научной по курсу, назовем это так, научной журналистики в Московском городском психолого-педагогическом университете. Я прав? Нет. Уже нет. Нет, уже нет. Видите, время идет. Но нам достаточно будет того, что вы основали школу научной журналистики в редакции «Русского репортера», и давайте мы немножечко поговорим, что это такое вообще школа научной журналистики. Вот, коротенько. Когда вы ее основали, как эта идея пришла вам в голову? Ну, школа научной журналистики, ну, во-первых, это такой бизнес по-русски, как бы, да, бульон и я при деле. Это очень много хлопот, это очень много сил, это очень много всяческих вложений и ноль денег, конечно же. Основывалась эта школа, и замысел ее был как раз обратный. Дать возможность людям хоть чуть-чуть подзаработать, потому что на фоне тотального журналистского кризиса, медийного, это все выглядело очень и очень печально. Понимаете, цинизм – это прекрасная вещь, если он начинается, ну, с какой-то достаточно высокой профессиональной точки. Вот мы умели писать, мы понимали, что мы умеем работать с информацией, и нам есть все, что предложить. Мы обладаем неким знанием, которое может быть монетизировано, которое может быть обращено в какую-то ценную народохозяйственную, ценный народохозяйственный ресурс, так сказать. Когда эта идея начала мучить мои девичьи ночи, посещать меня, стало понятно, что мы имеем дело, когда мы говорим про научную журналистику, то мы не можем понять, на каком слове мы делаем ударение, в первую очередь. Мы – это кто в данном случае? Ну, в данном случае вот команда преподавателей, которые этим занимаются. И в конце концов, начав с преподавания общего курса о том, как устроена современная российская и мировая наука, мы думали, думали, жили, жили и пришли к тому, что сейчас у нас на школе преподается 9 курсов. И фактически мы даем весь набор необходимых профессиональных опций, которые необходимы человеку от новостной ленты, от новостника до главного редактора нового медийного проекта. Научный журналист – это, прежде всего, хороший журналист. И вот тут вот возникает вопрос о том, что такое хорошая журналистика, как класс. Вот, если вы журналист, вы, наверное, отслеживаете процессы, которые происходят, так сказать, на нашем с вами профессиональном пространстве. Конечно. И я думаю, что вряд ли вы от них в восторге. У меня. Потому что то тотальное вымывание смыслового содержания, тотальное вымывание вообще какого-то умственного усилия, которое прилагает автор к созданию материала. То есть мы стремительно скатываемся к прелестным текстам, как возродить страсть. 10 способов возродить страсть после 10 лет брака. В общем, 50 оттенков серого, извините. Да, да, да. Примерно так. Хорошо. Вот этот ваш курс, который начался, как я понимаю, с попытки дать представление слушателям о том, что представляет собой, извините за тавтологию, современная наука, вылился в результате в то, что вы прививаете некоторые навыки, даете технику ремесла. Как писать информацию, как делать репортаж с точки зрения композиции, языка, отбора фактов и так далее. Да, я правильно вас понимаю? Сколько это занимает? Вот я пришел в вашу школу. Я хочу публиковаться в русском репортере. Страстно хочу. Я решил у вас поучиться. Сколько я буду учиться, что я буду иметь на выходе? Это какой-то сертификат, какая-то бумажка, извините меня. Или просто я прослушиваю ваш курс, он сколько составляет? Семестр, два или в переводе на обычный календарный язык год, два, полгода? Значит, это все занимает 4 месяца, 5 месяцев, значит, 4 пары каждую субботу они слушают. Для них платное образование, для этих ребят? К сожалению, платное. К сожалению, это платное, потому что это аренда, потому что я должна заплатить преподавателям. Много преподавателей? 9 человек. А, по каждому курсу, соответственно. По каждому курсу еще приглашаю и больше 1 курс, может быть, 2-3 человека. Вот вы затронули очень интересную такую темку, да, назовем это так, не темой, темкой или под темой. А что такое хороший журналист? Это главный вопрос, это ключевой вопрос, это все с этого, в это упирается и все с этого начинается. Можно я предприму небольшой экскурс в сторону? Насколько я знаю, вы ведь филолог, да, вы кандидат в филологических наук, вы учились в Литинституте, учились в философских наук. Почему же, к сожалению? Ну, не знаю, это такая ваковская шутка, я эстетик, культуролог, фактически. Понятно. Хорошо. У вас преподавал, в частности, автор альтиста Данилова, да, профессор Орлов. Ныне покойный, к сожалению. Он вас чему-то учил, правда? Вот у меня всегда, ну, некоторая, я не знаю, может быть, это профессиональная деформация такая, журналистская. Я, когда говорят о ЛИТ-институте, о ЛИТО, там, я всегда думаю, ну, как, чему, ну, чему там можно научить? Ну, как говорил Шолом Алейхом, талант как деньги, есть, есть, нет, нет. Или все-таки вас чему-то там научил, в том числе профессор Орлов. Вопрос не без подвоха, потому что мы потом перейдем к тому, можно ли чему-то научить в области научной журналистики. Ну, да? Да, это учительный вопрос, да. Это вопрос номер один, да. Орлов не учил нас писать. Я так думаю, да. Никогда. Ну, хоть стилистика, что-то, представление о стиле. Он был великий человек, к сожалению, был. Вот этот был человек, который обладал вот этим универсальным, нестареющим, не девальвируемым, не девальвируемой ценностью, умением извлекать смысл из реальности, из культуры. Это был тот редкий тип человека, который научил себя меняться под воздействием культуры, для которого культура не была набором обязательных произведений, которые составляют джентльменский набор для чтения отечественного интеллигента, и который не разговаривал фамилиями. Он не разговаривал, он не вел социальные разговоры. А ты читал, а ты знаешь, он вел разговоры о смысле. И вот этот сам этот факт, сам факт того, как он подходил к тексту, к нашим детским, инфантильным, глупым паписулькам, которые мы ему приносили в большом количестве, он требовал, чтобы мы писали непрерывно. И вот это было, конечно, очень-очень важно. И вот теперь вот с этих высот духа мы возвращаемся на такую вот простую, в каком-то смысле циничную почву. Вы, ваши коллеги, теперь вот здесь в КФУ открывается, открылась школа научной журналистики, будете пытаться подготовить людей, которые будут в состоянии популярно, доступно для широкой аудитории, не только для специалистов, излагать что-то о науке, рассказывать о людях, о ученых, об открытиях, о разработках, о ведущихся исследованиях, каких-нибудь там бозонах Хиггса. Вы будете стараться делать это так же, как делал, как общался с вами профессор Орлов, но это же нереально, насколько я понимаю. Здесь немножко другая задача. Но как-то вы их должны натаскать, как-то вы их должны научить. Я вот просто очень любопытно мне, да, уже не как даже вот профессиональному интервьюеру, в данном случае, а как человеку. Как это можно? Как вы это видите? Как драть, драть. И драть. И еще раз драть. Как мать, говорю, так сказать. Как женщина. В пору моей учебы, да, на журналистике здесь, в Казанском университете, были некоторые ограничения. Это было очень давно, как легко догадаться. И тогда были ограничения. Во-первых, у нас была очень маленькая группа. 25 человек всего. Из них 12 это татарская журналистка. И, собственно говоря, осталось там 12-13 на так называемой русской журналистике или русскоязычной. Нельзя было поступить, если у тебя не было два года трудового стажа или ты не служил в армии. Нельзя было быть допущенным к экзаменам, если у тебя не было публикаций. И это, с моей точки зрения, был достаточно разумный фильтр. Сейчас, последние, по крайней мере, 20-25 лет, насколько я могу судить, во всех вузах, в МГУ в том числе и в КФУ тоже, на журналистику принимают послешкольные скамьи. Девочка, мальчик, 17, в лучшем случае, или в худшем, я не знаю уж там, 18 лет, опускаются к вступительным экзаменам, что-то такое пишут. Опять же, может быть, что-то предоставляют, там какие-то писульки, там заметочки, сдобренные печатью редакции, где там они публиковались. Поступают, 5 лет учатся, или там в современном варианте, если быкалавриат, наверное, 4 года уже, не суть важна. И потом приходят в редакцию. Я 20 лет редактировал деловую газету, и, да, что я вам буду говорить, вы профессиональный журналист, мы с вами прекрасно понимаем, что этот мальчик и девочка приходит. Как выглядит практикант с голубыми глазами. Да, да. И он ничего не знает. Ничего. Ничего. Это вообще ничего. А его нужно направить в какой-то отдел, то есть на какую-то тематику. Более того, он считает, что знает, он считает, что если он напишет тезис, доказательства... А, ну да. Есть тези, есть антитези, мы все сформулируем. То это будет статья. Это будет статья. Вот. И вот их надо научить. Ну, хорошо. Есть репортеры, есть репортеры, занимающиеся криминальной тематикой, спортивной журналистой и так далее. Я не хочу сказать, что они там на каком-то нижней ступени развития, да, но все-таки попроще тематика, если не влезать глубоко в ту же криминальную тематику. А на уровне информации случилось то, зарезали там, сожгли тут, и все. Эфир обеспечен, полосы, вернее, место на полосах тоже. Но когда мы доходим до науки, задача, с моей точки зрения, становится на порядок сложнее. Если у меня нет никакого базового образования, я не физик, я не философ, я не филолог, я не искусствовед, да, я не знаю, я не электротехник. Сначала меня чему-то этому надо научить, потом уже допускать к людям ученого мира или в лаборатории, а потом уже возникает вопрос, а талант-то есть? Популяризаторство науки редчайший талант, на мой взгляд. Как с этим? Первое, что тебя поражает, когда ты начинаешь заниматься со студентами, ну, какие наши студенты? Они все имеют высшее образование, то есть им от 25 до 40. В этом году к нам пришло... В вашей научной школе, извините, что я перебиваю, в русском репортере. Да, да. То есть это все уже фактически молодые, но сформировавшиеся уже люди, имеющие высшее образование. Для них становится шоком и открытием, когда ты говоришь им, что в статье должен быть смысл, что ты не должен просто рассказать о факте того, что ученые открыли там что-то, запустили там кого-то. Коллайдер какой-нибудь очередной. Что-нибудь, да. А что из этого факта должен быть извлечен некий прибавочный продукт в виде смысла? Понимаете, вот когда-то Льва Толстого спросили, про что Анна Каренина? Он сказал, я не могу этого объяснить, вам нужно прочитать роман до конца. Нельзя сказать, что это про то, как Анна Каренина изменила своему мужу, потому что прибавочный смысл, который рождает Толстой в процессе вот этого, описание этой ситуации, он огромен. Настоящая журналистика начинается с того, что вы настолько глубоко интегрировались в эти факты, в этих людей, в эту среду, что вы сумели вытащить оттуда. Понимаете, то, что Вася Пупкин изобрел... Я не знаю, что. Ну, мало ли. Ну, что-нибудь. Ну, что-то изобрел, да. Не знаю. Новые средства от импотенции. Это не так уж важно. Если мы не сдвинем эту тему и не сделаем эту тему лично важной и лично важным сюжетом для каждого читателя. Это вопрос хорошей литературы. Это вопрос хорошей профессиональной работы с реальностью, работы со словом, работы с материалом, который вы имеете в руках. А дальше начинается уже технологический процесс. Нельзя научить человека писать, читая ему лекции. И говоря, давайте мы будем писать хорошие статьи, не будем писать плохие статьи. Это прекрасное намерение. Можно его натаскать. А дальше мы начинаем работать. Все должно быть. Главный принцип нашей школы, по крайней мере, то, что я... К чему я призываю всех, кто хочет играть в игры образования, это дать людям все подержать в руках, все пропустить через руки. Начиная с самых маленьких вещей. Вот как описывать деталь. Детали имеют в виду не машиностроительную деталь. Нет. Помните, была эта... Детали и подробности. В советской, прекрасной советской журналистской школе было это. Обязательное репортажное начало. Они же не знают, что такое репортажное начало. Но будто свое... Как это? Эффекты шутся. И газик пылит по проселку. Да, 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 да. Да? Вот она, эта деталь. Вот она. И дальше мы поехали. Вот как это, увидите, или еще было? Это голубым огнем полыхали стажары. Вот эти вот стандартные репортажные начало. Это смешно, но это то, что учит глаз. Это то, что учит глаз замечать детали. Они этого не умеют совсем. Никак. И вот мы начинаем описывать лица. Вот как у вас устроено ушко, как у вас устроен носик, как вы ходите. Метанимический портрет, метафорический портрет, как работает метафора. Вот у Бабеля метафора такая, метафора сякая, вот метафора развернутая, метафора реализованная, метафора для этого, для этого. У Толстого вот так, у Олеши так, у Бабеля так. У Олеши по утрам он пел в туалете. Это метанимия. Ну, неважно, как бы, деталь. Неважно. Вот с этим они начинают работать. И вот морды об стол, морды об стол. Они по 10 раз переписывают, по 10 раз переделывают. Нет, не так, композиции нет. На этих маленьких кусочках они уже... Очень важно задать уровень. Когда ты начинаешь с Бабеля, когда ты начинаешь с Толстого, когда ты начинаешь с Бунина, становится понятно, где мы находимся. Нужно задать эту географию качества. Где у нас хорошо? Вот там у нас хорошо. А дальше вот нужно царапаться, сбивая руки, ноги в кровь, вот идти в эту сторону. Я должен сказать вам, Ольга, что вы ставите очень высокую планку. Чтобы докинуть до верхушки дерева, нужно целиться в Луну. Это правда. Это одно из моих любимых сравнений. Я, правда, использую метафору прыжков в высоту, когда тренер тебе говорит, вот тебе планка на 2,20, ты говоришь, да я 180 не возьму. Прыгай. Прыгай. Не прыгнешь на 2,20, но 2, то прыгнешь. Хотя прыгнул бы в 180. Это отличное сравнение, отличный метафор. Я правильно употребил термин? Ну вот. И вот ставя такую высокую планку, вкладывая в своих подопечных столько сил, я думаю, что это все-таки много сил, и требуя от них многих усилий, вы в конце концов их выпускаете. И вот тут возникает, я не знаю, может быть, философский вопрос. Ну, для моего уровня философский. Была пора, да, там, там в советском далеко, во времена СССР, когда вот хорошим тоном считалось знать. Знать и интересоваться. Если вы помните, были же такие журналы, там, знание силы, техника молодежи. Да, 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 вот с этого мы начинаем. Наука из жизни, с гигантскими тиражами, с гигантским интересом, кружки, сообщество научно-технического творчества. Это было трендом, как сейчас модно говорить, да. И вдруг, или не вдруг, все кануло. Если вы, мы, я имею в виду, вот, в данном случае, Казанский университет, и кто-то еще, вот начинаем этот бульон разогревать, да, какую-то пытаемся создать питательную среду. Мы, вы, на самом деле, рассчитываем, что думаем, во-первых, что это возобновление, это у тренда необходимо, и рассчитываем на его возобновление. Да? Нет? Куда денутся эти ребята, которые прошли через ваши испытания, научились чему-то? Может быть, даже, извините меня за пафос, да, ну, прониклись, да, эмоционально, влюбились, можно сказать, вот в это, что это так можно делать, вот так можно и нужно писать, извлекать смысл, создавать прибавочные смыслы, да, может быть, генерировать какие-то эмоции, какое-то настроение. И вот они все это вроде бы уже умеют, и где приложить свои силы, куда они пойдут, на какие деньги? А, значит, мы же хитрые. Да? Мы же хитрые. Интересно. Почему мы сделали школу научной журналистики? Почему мне сделать школу просто журналистики? Да. Потому что просто журналистика уменьшается, а научная журналистика, она расширяется. Я могу своих студентов хоть где-то, но приткнуть в хорошее место, где я знаю, что работают хорошие люди. Вы будете пользоваться своими личными связями. Конечно. А что такое школа журналистики? Это очень личные. Это вход. Мы с ними сидим часами, мы с ними возимся, мы читаем, мы читаем эти тексты. Я могу говорить пафосные вещи, можно я через минуту скажу пафосные? Боразь богу, хоть сейчас. Потому что, правда, и цинизм правильный, и пафос, это все части одной, так сказать, истории, и необходимые части этой истории. Когда ко мне приходят люди, и они мне заплатили немаленькие деньги, я беру на себя некую ответственность. Мы все берем на себя некую ответственность. Если человек говорит, я хочу быть журналистом, мне нужно его пристроить где-то в хорошие руки, мне нужно учить его хорошим вещам, и отдать его в хорошие руки, чтобы он мог дальше там развиваться, чтобы он не растворился в этой коленочной журналистике, которая делается на коленке абсолютными непрофессионалами, и не погряз, и не утонул там в этих пять способов выйти замуж за олигарха. Он мой родной уже, мне его нужно уже куда-то отдать в хорошие руки. Чем заканчивается наша школа? Тем, что они защищают диплом, который состоит из защиты своего собственного медийного проекта. Мы делим группу на три, на четыре части в зависимости от количества человек, и они начинают, это редакция, модель редакции, они начинают с нуля разрабатывать свой собственный медийный проект. Они слушают курс, концепция СМИ, им объясняют, как это делается, они перерабатывают кучу разных изданий, они начинают понимать, как устроен само механизм работы СМИ, не только как пишется статья, как работать с материалом, но как устроено само СМИ, что такое рубрикация, как формируется аудитория, что такое сам процесс формирования аудитории, и так далее, и так далее, и так далее. И вот они три месяца занимаются тем, что монтируют и создают собственное СМИ. Редакцию. Редакция. Фактически это редакция. С ними работает научный руководитель, которого чаще всего уже на следующем занятии после второго уже не слышно и не видно, потому что народ настолько входит во вкус, и все так начинают орать. И это увлекательный процесс журналистики. Вы же любите свою профессию? В общем, да. Журналистика. Это классно. Это классное приключение, если ты находишься в хорошей компании и делаешь хорошие вещи. Это классно. Очень существенная, если не сказать принципиальная оговорка. Конечно. Если, если. Конечно. Если, если. Конечно. А дальше начинается пафос. Вот они у нас выходят уже готовыми, ну, как это сказать, они кое-что умеют. По крайней мере, у них в голове есть некая планка, что вот хорошо это вот там. Не надо строить иллюзии. За пять месяцев человек не станет песковым. Не станет. Он станет песковым через 10, через 15, через 20, через 30 лет. Может быть. Но мы, по крайней мере, поставим его на ту дорогу, пойдя по которой он туда придет. А дальше, понимаете, что такое научно-популярная журналистика? Вы же правильно вспомнили? Знание сила, вокруг света, юный натуралист, техника молодежи, что там еще было, «Наука и жизнь», «Химия». «Химия, жизнь» и так далее. И физика и жизнь. Все эти люди у нас преподают из этих изданий. Проект научно-популярной журналистики в Советском Союзе разрабатывался вместе с проектом второй индустриализации после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. была поставлена стратегически важная задача, которую государство осмыслило как стратегически важно инициировать, возродить интерес к любопытству. Нормальное человеческое любопытство к тому, как устроен мир, как устроена природа, как устроена... Базовые условия для любого журналиста и ученого, кстати. Поэтому я как считала, так и считаю, что вот это любопытство, вот это желание знать, что там было в царствовании Алексея Михайловича с российским образованием, не знаю, и как этот самый Филипп женился на Изабелле в Испании, и как, из чего состоит этот самый, не знаю, космический, космическое топливо, это нормальное свойство человеческой психики. И это ресурс важнее нефти, потому что наличие такого любопытства в стране. Именно оно делает нас развитой страной. Именно оно интегрирует нас в цивилизацию, в будущее, во время, в то, что не даст нам выпасть из контекста. Как я понимаю, с этой точки зрения вы оптимист. – Делай, что должно, и будь, что будет. – Понятно. – Это не тот вопрос. Мы профессионалы, мы должны работать и учить тому, что должно быть правильно. Как должно быть? – В феврале прошлого года вы опубликовали в «Русском репортере», с моей точки зрения, я тогда же его прочитал, «Очерк о Приднестровье». Да? Это ведь ваша работа, правда? – Да. – Во-первых, я должен вам сказать огромное спасибо за этот текст. И, во-вторых, вот я его еще раз перечитал вчера, думаю, ну, я хоть как-то готовился к встрече с вами. – Я тронута, Боже мой, я тронута, Юрий. – Вот. Я, знаете, о чем подумал. Вот в каком-то смысле это строго научная журналистика. Вот этот очерк. С точки зрения осмысления. – Мне тоже кажется, что в область, в сферу научной журналистики может входить в вся журналистика. – С точки зрения осмысления, вот фактов, связи каких-то событий, явлений. И в то же время, я знаю ваше высказывание о том, что, ну, собственно говоря, они и сегодня промелькнули, что цинизм полезен, что не надо себя там всего погружать в текст. – Должен быть контакт с реальностью. – А, да. – Вот это я имею в виду. – Да, я поняла. – Вот это я имею в виду. И в то же время, ведь личные интонации там однозначно присутствуют в этом тексте. – Как без этого? – Конечно. – Этому тоже можно научить. – Вот как я говорю студентам. Понимаете, вот греки, у греков было два слова для определения искусства. Есть арта и есть техна. Вот арта – это то, что у тебя в голове. Это твое вдохновение, это твои эмоции, это то, что рвет тебе душу, это сопли, это слезы, это вот, это всякое, вот, всякое, вот это тонкое, неуловимое. А техна – это когда ты взял арты и свинтил. – И свинтил. – Как Маяковский говорит. Крепко. – Стихи свинчивают. – Круто, да. Это то, что ты вынес из себя. Ты без арты это не сделаешь. – Отлично. – Ну, на одном арте ты это не сделаешь. – Да, да. – Арты никто, про арты никто не узнает, если не будет техна. нельзя. Как все начинают писать, я сейчас все скажу. Вот я сейчас все скажу. Я так, меня так разрывают эти чувства, это знание о мире. Сейчас я все скажу. И вот тут по рукам его. – Ну, да. – Мурди. – То, что называется отбор. – Да. – И дальше начинается работа. Между тобой и текстом должен быть прием, работа, профессионализм, как 17 вариантов трехстрочной записки жене есть у Пушкина. – Не слышал об этом, признаюсь. – Он был маньяк, он был невротик, конечно. – Ну, да. – Он был споставлен вот в голове этот перфекционистский... – Достаточно посмотреть рукописи его, как они... – Как он это делал. – Излопачены все, да. – Как он это все. – Да. – Ольга, огромное вам спасибо за это интервью. Я хочу вам, искренне хочу вам пожелать успехов не только на поприще школы научной журналистики в «Русском репортере», но и на просто журналистском поприще. Пишите. – Спасибо. – Вас интересно читать. – Спасибо. – И на этом сегодняшняя наша программа заканчивается. Я напомню, что это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. В студии у нас была основатель и преподаватель научной школы, школы научной журналистики, редакции журнала «Русский репортер» Ольга Андреева, которая любезно согласилась приехать в КФУ и прочитать несколько лекций в нашей школе научной журналистики Казанского федерального университета. До следующей встречи. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова